...физику, которая в день и участие этого курса, она читается после уже всех остальных разделов. И вот студенты на экспериментальной физике выполняют, ну и компьютерные, в том числе, эксперименты, и не только компьютеры. В рамках учебной исследовательской деятельности также ведется работа в этом комплексе. Ну, вы видите, что конференции обычные, студенческие, презентации, это работа у нас не просто. Вот что у нас в последнее было, о котором я говорю, и которое мы использовали для формирования технологии, технологии формирования умений народного компьютерного эксперимента, это изучение механических пониманий. Функциональную силу я пояснять не буду, а вот поясню, значит, датчик, который мы используем для того, чтобы снимать соответствующие значения. Мы используем простейший, который цилиндрический датчик. Он состоит из пробирки, с водой обычной водопроводной, но если нужно ее, можно чуть-чуть подсадить. И двух электронов неподвижных, и, наконец, третьего, подвижного электрона, который вот просто прикреплен к этому пути. Теперь вы видите, значит, программу осциллоков компьютерного, давайте один луч мы увидим, второй поставим центр. Но школьники в этой программе, пользуясь секундомером, запускают развивку и дражуируют горизонтальному пусть по времени. Дальше они берут, оттягивают по линейке и гранулируют по смещению в сантиметрах эти камни, дальше опускают эти камни, и нам готовят вот колебания на экране осциллоков. Ну, мы, наверное, сейчас еще раз получим одного осциллограмма, для того, чтобы дальше продвинуться в этом направлении. Значит, вот в методике физики частенько учебно-физический эксперимент рассматривается как иллюстрация теории. Были люди, которые, значит, уверенно говорили, что в школе нельзя ничего экспериментом доказать. Так, мы считаем, что это вообще абсолютно неверный подход к шоке. Абсолютно. Учебный и физический эксперимент имеют доказательную силу. Вот эту доказательную силу нужно искать везде, где никто не может. Вот мы получили, врачи, это студенты, получали у нас вот 3-4 недели назад, допустим, такие колебания. И дальше действовали следующим образом. Значит, вот этот график, там, тоже информация запоминалась. И запускалась еще одна программа, которую я с удовольствием, хочу сказать, разработал, чтобы приехали в английских девчонках. И вот теперь, значит, посмотрите, график теоретический, красный. И мы подбираем просто-напросто амплитуту этого графика. Так, чистоту. Это мы, это натурный эксперимент, мы ничего не подделываем. Это на вашей глазах, нашли следы. Следующий результат будет другим. Фаза. Вот. Затухание. И вот, а сверху, это результаты теории. Вот она, теория, дается. И вот мы доказали, что учебный эксперимент подтверждает, что мы не делали. Но с известной точностью. А теория, в общем-то, обоснована этим учебным экспериментом. Вот такова. Значит, хотелось бы показать еще, а с колебаниями один окун. Вот у нас два, да, вот посмотрите, датчик. Вы видите, пока я вам его подключаю, я просто покажу. Датчик, я не смогу сейчас включить глазами. Вот, вот два неподвижных электронных цифр, два назначения, а третий, конкретный электрон. А это нули искусственные делительные напряжения, и мы снимаем разность потенциалов между этой и этой точкой. И это, и это вот поиск сопряжения, и датчик нам превращается. А вот в этом паятнике, вот используют аналогичные датчики, координаты, потенциметрические. Но только вот в горизонтальном направлении мы используем датчиков много. Но датчик, который может сделать школьник сам, пощупать, и просто он не может не понять, что тут не работает. Так, вот такой датчик был. Так, сейчас запущена программа остановок, и, можно сказать, вот происходит колебание. Тут подвешивают два маленького, они связаны посредством магнитного боли. Повешены магнит. Но они, на всякий случай скажу, противоположную, одноименную эволюционную, на отталкивание. И вот мы видим связанные колебания, которые вот происходят. И записываются у нас в камнем моза. Тут все, что надо, можно поискать. Еще немножко, подойдем. Так, следующее. Давайте пока, как я делаю, было присоединение. Ну, одно из направлений, которому нужно уделить внимание, это использование, в общем-то, современной техники, современных материалов. Здесь у меня что имеется? Вот, неодимовые родники, столбик неодимового родника. Это обычная пробивка, там, тряпочка просто. Ну, это для того, что там, она аккуратно намотана. Просто у нас один преподаватель, который любит аккуратность, он вот так вот намотал ее, ему нужно было показывать. Опускаем, закрываем это пробкой, подсоединяем это мероприятие в лампочку. Так вот. И вот показываем, значит, то, что обычно показывают в школе с гальмонолами. Ну, в чем преимущество этого эксперимента? В том, что, вот, все-таки, достаточно большой ток, большая идея развивается здесь, и это интересно будет в школе. Мы можем это подать на сцену в обрух и показать, что там получается. Это тоже интересно. Но главное-то в чем? Это переход от опыта в парадея в теории Максово. Мы теперь можем очень просто перейти в той ситуации, когда у нас имеется один только виток, и генератор для вещей, скажем, 500 мегагерц частоты, и перейти вот в верление электронидной индукции, затем к излучению, ну и так далее, и так далее. А поскольку время ограничено, нам хотелось бы завершить выступление вот тоже простым прибором, который разработан буквально несколько лет. Часов нет, как не часов, несколько лет. Моя весна нет. Вы видите явление электромагнитной индукции. Не знаю, где-то ли видно, но не видно, где-то ли висит. Не видно, где магнит. Вы видите, как управляет этим процессом наша схема. Вы видите соответствующий график, сигналы, ну и все люди, которые здесь вот выступают. Благодарю вас за внимание. Как угнают, как мальчик, прекрасно. Все вопросы? Еще я помню. Не помог. Не помог. Спасибо за внимание. Может быть, где-то есть, может, оно ушло. Не помог. Ведущий франкластик у нас. Вы с вами. Вpus Christian. Волоке. 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 Микрофон Микрофон Первое, что изменилось, это изменилось по облегчению самому, потому что если посмотреть последние исследования, последние 10-15 лет психофизиологов, то отмечается то, что основные термины, это правые дети, если я буду воспользоваться сиротомными народами, второе, то что уменьшился процент детей, которые называются психофизиологами, амбидеоткрыт, то есть это перемычные левши и прогноз, что для таких детей будет больше, а соответственно именно и встает вопрос, каким образом преподавать дисциплины, то есть научного цифра, соответственно и физику, потому что еще раз делаю дарение, да, меняет содержание, но мы не должны забывать о том, чтобы урок начинается с церекологания, и для того, чтобы лично с амбицизмом образования не стало декларацией, а это оно именно было лично, мы должны понимать, что тот ученик, на котором, может быть, один цифр мы были всегда, это уже другой причем, не в плане, а в плане, что это совсем другие дети, с другим устройством физиологии, и отчувствование говорилось, что исследования когнитивных наук, они в последние 10 лет принципиально открыли такие новые вопросы. Если посмотреть дальше, какие конкретные задачи возникли, то это что об учителе необходимо? Осуществлять новые технологии, образовательные цели современного физического образования, проектировать новые учебные материалы по физике и форме представления в соответствии с тенденциями, изменения содержания образования, использовать образовательные технологии работы с физическими текстами, и здесь вот я подчеркиваю, выделяются информационные, произсловательные, дискуссионные, осуществляют недаличное сопровождение деятельности учащихся, произведение различных видов физических знаний, тоже выделяю, не я выделяю, выделяю цифровый, это разработки исследователей Герсонского университета информационно-процедурно-отконечно-регрессивной, причем три контекста, предметный, межпредметный и метапредметный. Причем подчеркивается, что межпредметный и метапредметный, это разные контексты, в отличие от, ну, существует мнение, что вот это может быть одно и то же, нет. И, ну, последняя ориентировочная задача, задачи может быть много, проводить одну сформированную таких результатов, потому что также сегодня уже многое говорилось о новых стандартах, и то, что произошло в стандарте целостное формирование личностных предметов, предметно-предметных образовательных предметов, учащихся, да, мы можем сказать, как бы, в дискуссии, что в отдельности все это формируется, но именно и ставится задача целостного формирования. И поэтому, соответственно, стоит вопрос формирования компетентности учителя, дальше, 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 компетентность учителя в инновационной деятельности. Мы определяем это качество, ну, во-первых, как интегративное, и оно состоит из компонентов. Понятно, мотивационные компоненты, если учитель не захочет, он ничего не будет, и интеллектуальные компоненты. Вот то, что касается интеллектуальных компонентов, здесь выделяются специфические моменты, касающиеся именно инновационной деятельности, потому что сегодня, вот, представитель Веруслава, он прозвучал, готов решать неизвестные задачи. На языке, то есть, если говорить психологу, который занимается, вот, какие качества человеку помогают в инновационной деятельности, то есть, здесь выступает решение задач, ситуация неопределенности, склонность к риску, инновационное мышление. И вот это на сегодняшний день является проблемой, причем, не только, конечно, учителя физики, а вообще любых предметов. Но почему именно физики? Потому что тоже это, естественно, уже прописная, что физика является на сегодняшний день, который на любой области знаний, на основе которых проходит любая модернизация. Но если почитать опять все же различные документы, которые принимаются по результатам различных образовательных сайтов, то люди пишут, что вот техническая инновация, это вот одно, и она в России была, есть и будет. А вот то, что называется инновация социокультурная, которая меняет сознание, введение и в деятельность, вот это для России и вообще для преподавания является новой областью, соответственно, это проблемно, как это про инновацию. Да. Значит, вот такая модель, по-моему, она и называется модель, которая сейчас охраняется в процессе подготовки учителя. Ну, конечно, то есть это интегративный курс, который вот такие вопросы, физика, педагогов, все-таки, введение физики, нарухронный менеджмент. Почему нарухронный менеджмент? Сегодня многое говорится и обосновано в проектной структуре. И если посмотреть, опять, исследования, касающиеся, как организовать проект на нарухронной среде, то это является предметом исследования нарухронного менеджмента. Далее. Нет, 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 еще. Далее. Значит, надежательное дело такого курса, это определенные задачи, и о чем я отражала, то есть ситуационная методическая задача. Почему мы ее называем нарухронном из комментариев? Во-первых, потому что она позволяет решать новые образовательные задачи в специальной подготовке. Во-вторых, потому что она сделает системную интеграцию уже существующих методических задач. Во-вторых, правильные учебные методические. То есть это не то, что абсолютно новое, и если терминологией нарухронный бизнес воспользоваться, то это создана на основе существующих методических инструментов. Далее. Работа с различными видами физических и методических текстов. О чем идет речь? О том, что конкурсция самой задачи позволяет студенту и будущему учителю, проходя в смеси, так назовем, инновационный цикл, отгенерирование идеи в ее внедрение. То есть особенно вот у нас внедрение таких задач с магистрами, работающих учебных реализовательных показал, что одно дело то, что они придумали и смоделировали, и второе дело, когда это придуманное реализуется в конкретном учебно-образовательном процессе, конкретной школы, учителя специфику и учителя специфику школы. Но это, конечно, проектно-исследовательская форма обучения. Модель из этой ситуационной и методической задачи. Эта модель полностью взята из ситуационных задач, которые для школьников сконструированы также питерским коллективом, вот Кипицын, Истеревой, Акуловой, без изменения структуры. Это название задачи ей, очень назначенный познавательный вопрос. Информация по данному вопросу представлена в основном виде. О чем я уже говорила? То есть в качестве текстов даются тексты, которые затрагивают появившееся новое физическое оборудование, новые методики физических исследований и дополнительные работы данной информации. И конкретно то есть что получилось? Первое, это вот тоже ситуационная задача в одном авторском изданной. И второе, следующий слайд, это то, что вот издана учителями, прошедшими подготовку вот по такому пуску. Но хочу сказать, что здесь, где учителей, есть и те студенты, которые уже закончили курсы, преподавали в школе, которые уже попробовали, вот они просто инструировали, а этот курс, он рождался два года, пока мы это опробировали, именно в реальном учебном процессе. Поэтому, вот итог того, что для того, чтобы формировать компетентность инструкционной деятельности, нужно, прежде всего, для учителя ставить конкретные для него задачи, потому что то, что, ну, как многое можно говорить, многое можно писать, но учитель, приходя в конкретный вклад, он будет что-то делать новое, если это для него актуально и мотивировано. И, соответственно, вот этот наш эксперимент, который и продолжает показывать, что вот этот инструментарий доказывает весообразность и необходимость внедрения до такого рода задач. Спасибо за внимание. Спасибо. Заботы? Спасибо. Третий докладчик от грибов. Шаряка. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу рассказать о тех вещах, которые близкий депор, работе здесь, в университете, я веду занятие на четвертом курсе по курсу термодинамика и статистическая физика. Два второсетия подвращены, позволяющие двух параллельных потоков. Имя Редик Александровича Квасникова здесь прекрасно известно не только нынешним нашим студентам, но и всем, кому где-нибудь так меньше, чем 65. Это человек на чьих книгах наше представление о статистике тем, что мы получили сейчас. Давайте поднимем. Значит, в чем, на мой взгляд, есть проблема с преподаванием этого курса в школе? Вообще говоря, курс не самый простой, потому что в сравнении с метаникой, которая ему пришедшего, вот здесь проиграется, ну, как минимум, два масштаба в размерах. Система подъединица и очень много частиц ее образующих. Во-вторых, случайный статистический характер поведения величин на уровне микроскопического описания. Этого не было. В механике там было все просто и понятно. И если возникают новые трудности, наверное, возникают не меньшие, а может быть, даже и новые требования к тому, чтобы это излагалось стеснее, четче, нагляднее и так далее. И опять-таки, адресуясь в механике, имеем право задать вопрос о том, что мы собираемся изучать. В данном случае, что такое термодинамическая система? Что такое наш объект? Что значит задать модель? То есть, что он такое в одном случае, что он такое в другом случае? Ну и дальше, что с ним происходит? Вот он находится в некотором состоянии, он перешел, создал состояние в другое. Как это делается? Какие основные закономерности регулируют поведение этих систем? Ну и наконец, а чему мы должны научиться? Что мы должны уметь считать? Если в механике на все на это есть более или менее краткие, более или менее известные ответы, и их нетрудно обнаружить в школьном учебнике физики, практически независимо от того, кто лад. То вот здесь с термодинамики начинаются другие дела. И вот тут мы на это на все и посмотрим. Вот на мой взгляд, у нас глаз врат, врат, значит, на наш взгляд. Ни один из известных массовых школьных учебников на вот эту цепочку вопросов ясного ответа не дает. Сейчас увидим, что и так. Если нет школьного учебника, я не ответил на вопрос, что делает учение, нам адресуется к тому материалу, на котором он получил свое образование. Не претендуя на представительность вопроса, я поговорил со многими знакомыми, которые учились в первую очередь. И вот три люди, в первую очередь. Естественно, это общий курс физики, это молекулярная физика, а не теоретическая, потому что школа, наверное, сразу с курсом тепла одного лишится идти несколько равноватно. Говорим о курсе общей физики. Вот и дальше. И теперь вопрос. Вот те пять, которые были вначале. Что такое термодинамическая система? Критерия отбора. Да, все знают, много частиц. Едем дальше. Нулевой начал термодинамики. Толстая книжка про это говорится. И давайте посмотрим, что в нем есть, что нам нужно дальше в это строение. Значит, существует термодинамическое равновесие, состояние равновесия. Мало того, что существует, без нашего решательства оно самое правительство достигается и входит в коридор фруктуации за конечное время. По разным величинам это разное время, на всякий раз конечное. И дальше сохраняется неограниченно долго опять-таки в пределах фруктуации. Теперь, а где же числа начинаются? А вот здесь как раз они и начинаются. Все внутренние параметры, а их прорубь, выражаются однозначно через всего лишь несколько внешних макроскопических. И вот, жирным шрифтом, первая мозоль возложения этого текста. что первичная температура или энергия теплового движения. Если мы вспоминаем о том, как нас учили статистической физикой в Гузе, мы, наверное, помним, что в каноническом распределении отсюда, или в связи с которым есть и существует распределение Максвелла, сначала вводится температура, а потом, это единственный параметр теории, все средние, естественно, через нее выражают, в том числе и средние аниэрные. Трактического движения частиц. И вот, собственно, здесь опять-таки температура пока еще просто эмпирическая. И возникла для того, чтобы сказать, если тепловой контакт с тепловой равновесием установлено, то температура в подсистемах одинаковая. Если нет, то нет. Вот молодые люди, еще и студенческие и аспирантские пары, согласны податакивать. Поехали дальше. Ну и, наконец, вовсе не все подряд можно называть термодинамической системой, она обязана подчиняться вот этим началам термодинамики, известным под номерами. Если кто-то пишет, что, а у нас, скажем, третьего начала нет, извините, это не термодинамика, с этим, как говорится, другое место. Что получается? Возьмем любой, ну, меру, толстый учебник. Все это есть. Сведено это на одну страницу? Нет, извините, это страница 50, если взять пятитонника, мякишево, там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть. Есть система отбора в результате? Это нет ее. Есть просто набор фактов. А, кстати, а вот там много частиц. А вот, кстати, можно еще там что-то установить типа перехода с равновесия. Это плохо. Это усложняет понимание материала. Что такое модель системы? Еще одна модель. Двух частей. Часть первая. А, собственно, что мы хотим получить, чтобы иметь право сказать, модель нам задана. Открываем книжки и через окно. Ну, например, идеальный газ. Это вот такие упругосталкивающиеся предметы и так далее. Что, разве не так? Пишется, пишется. Это модель в термодинамике? Нет, это не модель. Термодинамика не заглядывает внутрь. Там число частиц есть, но это формальность. На самом деле, там количество вещества. Вот что, техни параметры. Это ложки воды. И все. Мы не знаем, что там внутри термодинамики. Значит, никаких шариков, никаких уходов стукновений. Уравнение. Где это написано? В школьном учебнике. И они встречаются. И должно быть, ну, это может быть уже излишнее, но для нас к с вами в самом раз непременно одно полорическое. Ну, и зависимость от обстоятельств может быть одной, может быть, больше термических, но их всего не отшит и это будет модель. Знаем мы ее в частности? Да, конечно, знаем. Вот ниже. Уравнение глагеронных людей есть? Есть. Нет проблем. Ну, и вот скажем, то, что СТР, чему там равны, есть? Есть. Но это строчки, появляющиеся в разных местах учебника. Это помогает? Нет, не сможет. Модель термодинамики, это система уравнений. Этих уравнений как минимум два. и скажем, для идеального база вот они здесь и представлены. Хотите, одна отомная, школьная программа обычная, дальше к этому не идет. Уходите, надо отомный. Вот, пожалуйста, консовая констатка. Классические, кстати, диагнозы, низких температурах, как известно, модель это не проходит. Регули дальше. Ну вот, а вот что, собственно, мы наблюдаем. Ладно, школьных учебников не написали, но ведь из тех, тоже не написали, что такое модель термодинамики. Хотя все очень просто, все это уже есть. Надо только соврать. Ну, теперь, благополучная ситуация. Как описать состояние системы в руках стенки, хотите внутренней энергии объема числа частиц, диагностическая изоляция, хотите систему термостатика, появилась температура объема числа частиц подпоршни, значит, уже не объема заболений, ну и так далее. Тут все нормально. Как описать рекорд, ну, тоже понятно, график или слоен, или форму подпишек. Сначала же тоже, в общем-то, все достаточно было бы получено. Первое начало термодинамики, если выложите арену существования внутренней энергии. Да, перед глазами. Есть некие детали, но они хорошо изложены во многих учебниках, что школьных, что в возрасте. Второе начало. Значит, в школе мы его знаем наполовину, причем на вторую половину. У нас нет второго начала термодинамики, явно отмеченного в школе, равновесного состояния. Не надо задавать постулаты существования энтропии. Скажите, что одна равновесная диагноза проходит через данное состояние. И в этом нет ничего удивительного, если хотите убедить слушателей. Ведь изобора тоже правда только одна. Это мы не стоим. Да? Изобара тоже одна, изотерма тоже одна. Почему адиапальт должна быть несколько? Одна. Но это и будет для нас первым, вторым началом для равновесного случая. Не равновесный. В большинстве случаев мы считаем вот это. И возможно перетать и подходит более холодного дела полимогрепного без компенсации. Замечательно, но кто в это поверит? Где здесь повседневный опыт? Этим кто-то занимался у себя нахуй? Школьный воздух. Да нет, наверное. Слава не делала. Ну да. Можно показать, что здесь получили дополнительные формулировки, но это потом, а с обморку существуют уже в музе. А почему нельзя сказать другое? Вернее, вот здесь невозможно передать, это понятно. Я поставил чайник, он остыл. И, скажем, с киперком. Я хотел, что с обмором нагрелся. Без моего вмешательства. А что там это пишет? Невозможно передать без компенсации теплоту. А, что-то я уже сказал. Так, формулировка Томсона. Речь нам идет о КВД существу, правильно? Но кто знает, почему КВД единицы или меньше единицы? Это почему-то надо иметь инженерные возможности для этого и промышленные. Так что вот то, что чайник сбивает, это понятно. А то, что нельзя создать двигатель с КВД равным единице, это не очень понятно. Почему мы не выбираем того, что лежит на поверхности, цитируется, как стартовую площадку для дальнейших рассудить? Едем дальше. Ну, третьего начала в школе просто нет. Хотя зря. Потому что, если мы так сильно оттираем на то, что КВД любого цикла не может быть равен единице, то третьего начала нам просто необходим. Ибо, если у нас холодильник стоит при нуле по абсолютной шкале температуры, то мы элементарно получаем для цикла когнута КВД равна единице. Элементарно. И что тогда стоит разговор? Ну, хотя бы говорим мы, хотя бы сказать, что абсолютно его не достижим. Хотя система запрещена, как и, конечно, эффектная термолировка в термодинамике, но может быть не улучшить. Дальше в порядке. Так что там как раз все хорошо. А задачи? А задачи неизвестны, какие надо учить. Ни один о чем не пишет. Чему мы должны научиться? Что в механике? Задал силы, задал массу, построил ускорение. Зная ускорение плюс два начальных условия, строил координату или я ничему не научился. А здесь как? А на самом деле что мы должны уметь делать? Задать равновесное состояние внешней стенки и посчитать любую величину из того, чтобы успеть ввести в игру. А мы по дороге, вводя количество теплоты, вводим теплоемкость процесса, проходящего через данное состояние. Этих теплоемкостей больше, чем число частиц системных контимулов. И мы это все должны уметь считать. Или мы зря учимся. Ну и наконец, дальше все, что касается эффектов связанных с переходом из одного состояния рукой. Работа, количество теплоты, КПД и все такое точное. Но почему об этом не сказать? Человек должен понять, чему он должен научиться. Перед ним должна быть построена цель. Достиг молодец, не достиг глава, до свидания. Итоги. что касается рядов предложения, намеренно, подчеркиваю, сложным предметом, сложной части физики. Вот в школе она реализована наполовину. Что-то неплохо написано в школьном учебнике про начало термодинамии. Что-то про процессы про модели плохо, про температуру как-когда. Укрулярная в учебнике там меньше таких проблем тоже хватает. А нам все-таки важно, чтобы наши выпускники школьные имели представление о предмете, имели решать задачи и так далее. Давайте расставлять акценты. Ничего не требуется. Не нужно писать новый школьный учебник для того, чтобы расставить вот эти акценты, о которых я говорю выше. Но человек, берущий в руки задачу, хотите в ГИБ, хотите наступить на госпитальный к Московскому университету, должен понимать, вот это внезапно, это я и так другое знаю, там написано словами, а я напишу на этом месте формулу. Однотомный идеальный газ дальше по тексту. Я знаю две строки, я знаю два уравнения я. Если меня об этом сказал учитель, потому что школьный учебник об этом, к сожалению, говорит как-то разрос. Значит, вот наша цель приходится работать с вами. Ну что, совсем-то так плохо? Да нет, мы здесь скажем книжки. Вот там все так как раз как в докладе, потому что книжка Ленина Саныча Классникова, называется она «Молекулярная физика», издана давно, больше десяти лет назад и не переиздавалась. Легендарное издательство клуба «РСС». Много чего в Москве издается в этом издательстве из старой научной литературы 10, 15-20-40-летней давности. Вот и книжка вот эта, написанная замок, тоже там появилась, по-моему, в 1998-м. Не для школьников, а для нас сладок, чтобы привести в порядок то, что мы знаем. Речь не идет о том, что мы чего-то фундаментально не знаем, учебный слог, нам все выпить. Речь о том, чтобы привести в порядок, и тогда можно будет работать дальше с высшим успехом. Спасибо. Вопросы. Чем вас не устраивает высокопректический фундамент, чем это есть, но все это есть. Очень хорошо, все это очень хорошо. Очень хорошо, здорово. Многие книжки сомняты власти. Никто. Ответ. Я проводил исследования, вот люди, которые практически выходят в школу, пользуются все-таки скорее теми учебниками, которыми учились. Книжка Кикоэна была здесь, по ней я учился. Многие люди похожего со мной возраста. Что касается, если мы имеем в виду курсик ландарт общей физики, ну, прямо скажем, не самая доступная литература. Вот это купить. Почему мы сделали вот сейчас прямо здесь продаем на территории университета. Канял пармазг, они сегодня есть. И здесь это было поле первых этажах. А вот там вопроса нет. На то, что школики в реприарх не повезают для книжного плана, не отнесли в вашей семье. Это значит вы сдаёте, сдавайте на сходе. Но давайте элементарно заведём порядок в том, что всё равно сходится. Вопрос ответит. Да. Можно удержать в школе и везде отсутствуют. Понимаете, чем отличаются конденсированная от газообразной оценки, газообразная положительная внутренняя энергия. Попробуйте найти школьника, который бы сказал, что отрицательная внутренняя энергия пятимертого тела и его жидкости. Но нет ни в этом участии. Нет, если нет. И школьник не скажет, что горячий решит. Скажет, конечно, положительный. А это такое простое, такое простое как правило, такая простая вещь, что должно быть в школе учебника, а его нет. Так, сам картинку издавал, что там следует? Нет, школа. Если это все понимаете, то это надо писать. Вот, надо переиздавать. Вот, так, еще одно позади. Нету. Спасибо. Спасибо. Так, следующее у нас можно к микрофону. Можно к микрофону. Микрофон. Не дадим к микрофону. естественно, на дисциплине к микрофону. И сюда повышение противополитации. Ну, я курирую два направления. Это физика и математика. И так и пошли. Заканчиваем антициплина, работаем в математике и так далее. Все смешано. Как мы сейчас говорим, слушались сегодня на спинарном заседании. Это все-таки интеграция наука. Убеждаем себя в вашем жизни. Ну, и, в общем-то, в современном постиндустриальном обществе, как вы все видите, повышается рост непрерывного образования. Если было так непрогнозно при тем что образование на всю жизнь, на то же время, это, конечно, метропаторы, это, конечно, образование обладание служение. И, в общем-то, в данном случае вот так потребные специалисты, не просто хорошо владеющие своим предметам на технологическом высоком уровне, но и специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом, открытым новым идеям, готовых обучаться на протяжении всей жизни. И вот не случайно к современному учителю предъявляются такие повышенные новые требования. с одной стороны способность постоянных профессионалов и личностных возраст развития, умение работать в этой запрещенной травмоционной среде, строить информационные модели объектов процессов, принимать мгновенные нестандартные решения. В связи с этим, как я считаю, весьма актуальны является темой моего доклада это развитие информационно-коммуникативной культуры учителя физики в системе повышения квалификации. Ну, немножечко все-таки определимся. По информационно-коммуникативной культуре будем понимать этот особый класс технологической культуры связанный с информационно-коммуникативными аспектами деятельности учителя. А именно, включая систему ценности способа деятельности информационной культуры обыдать именно эмоционально-ценностного отношения от них навыков поиска рефлексивного анализа и способности творческого использования и преобразования информации. Ну и, в общем-то, информационно-коммуникативную компетентность видите, я здесь соединяю информационно-коммуникативное. как вы думаете, почему? Ну, потому что никакая информация не возможна без коммуникации, без налаживания искусства диалога. Вспомните, как вы как учителя заходите в новый класс, с чего вы начинаете? Какая ваша основная задачка? создать это зрительное впечатление понравится детям сначала, а потом уже через милячество и личность привести интерес к людям. И, в общем-то, здесь можно сказать, что именно выделение целостного комплекса целых вот таких вот групп информационно-коммуникативных компетенций и определяет именно соответствующий отбор содержания курсовой подготовки и технологии. Ну, то есть содержание оттваивается через технологии. Ну, и именно вот такой ингредированной операцией является условием целостного развития личности. И вот тогда между технологиям и между содержанием и технологиям проникает свои милосипы очень права. Процедура по его отбору перевода в плоскость обучающихся. Вот здесь мы говорим о создании образовательного программа между содержанием и обучающими. Мы не будем вас загружать очень сильно теории, а скажу, что большую роль здесь играют информационные технологии. именно они являются основой работы инструмента с профессиональной отдачей педагогической информации. Именно они формируют преобразуюсь инструментарную часть технологии, а именно формы, методы, средства. И в общем-то здесь хотелось единственное еще что отметить, что мы используем принцип краевного вождения. это принцип разработанная нашей западной дыбиной любого северной идеей у нас все дыбания можете почитать. То есть с одной стороны технологии выступают как цели, с другой стороны это содержание этого и с третьим это средство достижения. И в общем-то с учетом вышесказанного очень важным является выбор правильных тех забот. Молодые люди, вам что-то хотелось узнать? Да давайте прямо вам и так. И в общем-то вот о чем хотелось сказать поподробнее как используют информационные технологии. Вот в черном деле в курсах длительных 144-часовых повышения квалификации есть так так целая неделя 36 часов включается эта подготовка обучения информационным технологиям. Вот это информационный технологиям длительного средства. Опять-таки свое содержание учителя могут преобразовать, разместить в информационной среде. в общем-то очень много большая деятельность ведется в частности. Курсы повышения квалификации это только первый шаг. Но вот здесь по поводу вот такой формы курсовой работы хотелось бы сказать о том, что мы сотрудничаем с подготовки центров организации подготовки, которые предоставляют нам фарма-соус и вот здесь руководитель этого центра Достанда Игорь Владимирович огромное спасибо для того, чтобы все на этот диагноз не построить, так как есть необходимые условия для реализации целей. Ну, потом в общем-то наши учителя работают. И где-то таким образом создана сообщество учителей Ростовской области, учителей в Open Class и здесь все свои новости, проблемы, различные информации по мастер-классу все это размещается. Далее, такая форма общения как выделено в общении в частных участках и потом смина по использованию обладательных Ешниковой в условиях тех, когда ВОЗ общих продавательных стандартов, тоже эта форма работы учителя очень нравится. И в общем-то вот здесь такое использование технологий способствует с одной стороны достижению предметов результатов. Учителя имеют возможность выявить дефицит, то есть ресурсы своего развития и реалитеты деятельности. Ну, в общем-то, так еще скажу коротко о преимуществах построения такой модели повышения квалификации, что создаются условия для достижения динокла качества образования. То есть центр тяжести смещается содержание преподаваемого учителя в сторону деятельности. Это отработка практических компетенций или полагания, мотивации, организации, оценивания своей деятельности. И вот через такие интеграционные механизмы, как не доедуты, задания правил поведения, а в ситуацию, содержание, которое сейчас новое, становится возможным именно целое целостное восприятие теории интеграции знания в сознание и создаются условия для достижения личных результатов. Таких достижений личности и обучающихся. И вот сейчас я вам продемонстрирую здесь фрагмент статьи в газете «Физика». Это у нас такой спецвыпуск по обретению компетенции учителями Ростовской области. И, кстати, у нас на первом этаже вы сейчас можете приобрести этот выпуск, ну, порядка там 70 рублей стоит. Здесь говорится об организации сообщества педагогического, учителей физики, ассоциации, учителей физики Ростовской области об их достижениях. Есть ссылки на на страничке нашего сайта, форума, ну, вот сейчас временно закрыт форум «Учитель профильной школы» и другой форум по учебно-методическим комплектам, ну, это буквально, вот, да, месяц-два. И скоро он возобновит свою работу, то есть можете все свои вопросы, пожелания, предложения размещать на страничках нашего сайта. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы в своем докладе упомянули три термина коммуникационная коммуникативная коммуникация. Коммуникационная коммуникация. Коммуникационная это, видимо, обговорка? Я говорила в связи информационной и коммуникативной компетенции. информационная коммуникация. Ага, вы говорили коммуникативные компетенции, они невозможны без коммуникации. Это как понятно? коммуникативная компетенция невозможна без коммуникации. Вам Без... Это кто говорит? Вакуум? Свет? Вы соединяете? Свет? Физик? Ну, имеется... Вы меня выделили сейчас. Так, еще вопрос? Нет вопросов, да? Вот и спасибо. Но вакуум или свет? Ну, без того, что не налаженная искусство диалога, без общения, без создания комфортных условий для учителя и ученика не пойдет ни одна технология не будет установить, ни один предмет. Вот об этом я поняла. Я понимаю. Все. Так. Олег, у нас сегодня ситуация такая. Последний доклад будет на завтра, так и мы постараемся это сделать. На этом мы, в принципе, кончаем. Третье заседание, секция, оно будет завтра у нас в 14 часов 30 минут в этой же аудитории. Теперь, что у нас сегодня предстоит? Сегодня в 19 часов центральный металлический комфорт. И смотри, как вы? Через новую. То есть. Сколько у нас в 19 часов ab gast, подпишем. Вы не спустите. Уникалит. Уникалит. В 19 часов.